Всем привет. В прошлый раз я вам рассказал о том, что такое Security Manager и как предоставлять программе какие-то определенные права на выполнение. Сегодня мы научимся делать то же самое, но мы будем предоставлять права не просто всем подряд, а именно определенным пользователям. Давайте начнем. Смотрите, если вы помните, у нас был вот такой вот код. То есть у нас мы проставляли System Java Security Policy, мы вставляли свои полисы какие-то туда и также у нас там Security Manager мы запускали. Если вы помните, я вам рассказал, что без Security Manager мы в принципе можем делать все подряд. Security Manager как бы запрещает нам делать все, кроме того, что мы разрешили. Вот, то есть и если вы помните, у нас был такой файлик в Java Policy, стандартный, который идет. И тут какие-то там полисы нам предоставляют. Я, как и в прошлый раз, закомментировал вот эту полису, то есть у меня нет возможности вводить вот эту переменную. Давайте я вам это продемонстрирую. Так, сейчас мы это скопируем. То есть если я сейчас запущу, у меня, естественно, выпадет ошибка. Вот. Но теперь я хочу заоднать, фиксироваться своим пользователям и, ну, предоставить ему возможность запускать этот код. Как это делается? Ну, во-первых, в вот эту вот переменную MyAppAppPolicy мне нужно добавить следующее разрешение. То есть, во-первых, мне нужно добавить AusPermission и два. Первый DoAusPrivilege и второй CreateLoginContext и дальше Login1. Login1, это я вам чуть позже расскажу. Отживая Аси. Вот. Там будет у нас тоже файл с настройками, в который и будет там несколько логинов, может быть, прописанных. В общем, пока не заморачивайтесь. Суть в том, что мне нужно прописать вот такие вот привилегии, гранты. Вот. Второе, это то, что мне нужно прописать вот такую вот привилегию, которая говорит, что... Ну, смотрите, у нас может быть... Я вам сейчас продемонстрирую несколько видов фон-дентификации. Та, блин. Сейчас, секундочку. У нас может быть LDAP, там, бла-бла-бла, Unix, GnDI, по-моему, где-то был. Должен был быть, по крайней мере, в общем, модель фиксироваться. Можем или пользователем Windows или Unix. У меня, соответственно, система Linux, поэтому, естественно, у меня будет Unix Principle. Потом имя моего пользователя, то есть, ну, их, как бы, может быть множество. То есть, я могу, там, здесь Max, там, здесь Dem, там, и так далее, да. Вот. И дальше я предоставляю возможность, какие-то права. То есть, одно право, там, второе. Но в данном случае я хочу предоставить себе читать вот это... Вот то самое свойство, которое я закомментировал в предыдущем уроке. Ну, в этом файле я его закомментировал. У меня сейчас нет доступа. Но я хочу предоставить доступ к этому разрешению своему пользователю Max. Окей, хорошо. Дальше мне нужен файл с настройками, в котором я просто прописываю вид настройки. Что это будет логин модуль. И что он нужен. Да, я обзываю его логин 1. И прописываю это все, логин 1 сюда добавляю. То есть, суть какая? Суть в том, что мне нужно 2 файла с настройками вот такими. Вот я их прописываю. Потом запускаю Security Manager. В первом файле с полисами я предоставляю себе определенные гранты. А во втором говорю, что хочу использовать такую-то логинизацию. И обзываю ее как-то. Вот, в принципе, и все. И дальше мне все, что нужно, это залогиниться моим пользователям. Это делается вот так вот как-то. То есть, что здесь нужно? Здесь логин контекст нужен. И потом нужен логин. Вот как только логин произошел, я уже здесь залогированный. То есть, я уже получаю сабжект. Вот. И пользователь у меня аутентифицирован здесь. То есть, в принципе, если я сейчас запущу год, у меня просто видится UserIsAuth. То есть, мой пользователь Max, он был авторизирован. И я, в принципе, могу выполнять определенные команды. Команда выполняется таким вот образом. Я у сабжекта, который я получаю из контекста. Делаю привилегированный пользователь, который передает сам сабжект, экшн какой-то. и нол. Вот. Последний это AccessControlContext. В общем, наш экшн это как раз тот самый объект, который, ну, тот самый экшн, который будет выполняться. То есть, мне сюда непосредственно нужно добавить какой-то код. Вот таким вот образом я добавляю экшн. А вот здесь вот я непосредственно хочу вывести свои данные. То есть, делать вот так вот. Сейчас, если я запущусь, запущу это все дело. Вот, видите, у меня вывелся Linux. То есть, в принципе, если я здесь это выведу, у меня программа упадет. Да, видите, потому что запрещено это делать. Но как только я аутентифицировался, я могу запускать определенные команды. Вот. Делать это как привилегированный пользователь. Потому что я все настроил и вот залогинился. То есть, после логина у меня вот этот весь код, который здесь выполняется, он уже выполняется как залогированный пользователь. Вот. Единственное, что я не могу его непосредственно вызывать. То есть, я не могу сделать... Сейчас я вам продемонстрирую. То есть, от того, что я залогинился, я не могу сделать вот так вот. То есть, у меня все равно все упадет. То есть, мне все экшены нужно делать вот через такую штуку Subject, DOS, Privileged. И сюда уже вписывать свой код, который я хочу выполнить как привилегированному пользователю. И в конце мне нужно разлогиниться. Вот, в принципе, все. Ничего сложного. Такая вот небольшая заморочка с аутентификацией в Java. Которая позволяет выполнять определенные команды, которые запрещены всем. Но можно разрешить определенным пользователям. Надеюсь, вам было интересно. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok